Завтра в Доме правительства состоится торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и Чувашской Республики. Каков путь к подобным знаком отличия узнала наша съемочная группа. Мы встретились с учителем истории и общества знания 54-й Чебоксарской школы Александрой Демидовой. Отличник народного просвещения России 1993 года, лучший учитель России 2008 года и любимый педагог 54-й школы вот уже 25 лет. Александра Демидова любит свою работу и любит своих учеников. Она сразу себя проявила как творческий инновационный педагог. То есть новые технологии, связанные с внедрением проблемного обучения, различных дискуссионных форм, групповых форм работы. Это все то, что присуще ей. И в последние годы очень интересной отличительной чертой в работе Александра Николаевны является то, что она делает упор не только на работу с классом, не только на работу с родителями, но и на работу, на организацию своей деятельности и со всем педагогическим составом. Александра Николаевна пришла сюда молодым учителем. Ее нестандартный подход к организации уроков удивил многих. Исчезли стереотипы, взамен им пришли новые методики обучения. Ученики и представить себе не могли, что уроки общества знания и истории могут быть настолько интересными. На уроки мы всегда к ней ходим с огромным энтузиазмом, потому что, когда она нам рассказывает, у нее в глазах какие-то искорки. Она прям зажигается нами, хочет рассказать побольше. Она старается передать нам и вложить в нас все свои знания. Она доходчиво объясняет. И, насколько я знаю, ее дети всегда сдают экзамены хорошо. Каждый учебный год новые идеи и предложения. Сейчас Александра Николаевна вместе с ребятами и их родителями увлечена проектом «Салют Победы». Это виртуальный музей о тяжелых годах Великой Отечественной войны и о людях, ковавших победу на фронте и в тлу. В экспозиции подробные рассказы педагогов, учеников, их родителей, о родных и близких, на чью нелегкую долю пришлись военные испытания. Это большой плюс, во-первых, истории семьи. Каждый ребенок будет знать своих предков, своих родителей, кто воевал. Это большой плюс и стране, потому что героев должны знать в лицо. Каждая семья должна знать своих предков, которые воевали. Кабинет истории Александры Николаевны – это панорама исторических событий. От времен крещения Руси до становления новой России. Я очень люблю эту панораму, мне хочется сказать словами Николая Рубцова. Россия, Русь, куда я ни взгляну, на все твои страдания и битвы. Люблю твою Россию и старину, твои леса, погосты и молитвы. Люблю твои избушки и цветы, и небеса горящие зноя. И шепоты в омутной воды, люблю навек, до вечного покоя. Большую часть времени Александра Николаевна проводит в школе. Близкие уже давно смирились, понимая, как важно это для нее. Очень многое зависит от отношения семьи к работе того или иного учителя. И с этим я хочу сказать, что мне повезло. Я благодарна своим родным и близким за понимание, за поддержку. Ну, потому что мой супруг Михаил Васильевич, он тоже педагог, он доктор юридических наук, профессор. Мои две дочери, Ирина и Екатерина, они закончили с отличием в нашу школу. И они, конечно, видели мою работу. И они понимали, чем мама занимается в школе. Своей ее любовью к истории она заряжает каждого. В старину таких людей называли подвижниками. Труд наш, конечно, нелегок. Но если есть результат у моих учеников, тогда куда-то девается эта усталость. Я думаю, что учитель-ученик – это две стороны одной медали. И, конечно, успех учителя – это в его отличных учениках. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.